Презентация книги под названием «Геноцид беларуского народа» отбылась у Гродни. Мероприемство пройшло у формации открытого диалогу, организованного на базе Грузинского Державного Медицинского Университета. Удел у презентации приняло самая широкая кола гостей. Книга под редакцией генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа вышла у водоведствия Беларусь. На сторонках собраны доведковые, аналитичные и документальные свечи не с криминальной справы, а в геноциде беларуского народа, угады, великой членой войны и послевоенный период, якой этим часом протягивает займаться генеральная прокуратура краины. Они колоссальную работу проделали, они нашли свидетелей, то есть сколько лет прошло, но нашли более 7 тысяч свидетелей. Они опросили этих людей, они документировали все это. Ну, казалось бы, все сделали, но и нам, как издателям, хватило. Потому что мы должны все проверить, мы должны все вычитать, у нас должны все запятые на месте быть. Ну и у нас есть специалисты, которые, в общем-то, тоже этой темой владеют. Потому что сейчас в издательстве «Беларусь» велелось издательство беларусской энциклопедии «Метрульцебровки». А это издательство, которое, в общем-то, долгие годы специализировалось на выпуске такой вот научно-популярной, общественно-массовой литературы. Информационной базой выдания стала великая колька из крынец. А кроме генеральной прокуратуры и выдоведства, уделу подрыхтовцы книги примали супросовники Национального архива Беларуси, Дзержавного музея, Гистории и Великой Чыной войны, Беларусского архива, кино, фото, фона документов, районных и областных архива у Гисторики, краезнавцы и доследчики темы. Книга поделена на особные разделы, які утрамливают звездки об кожной в области особно. Достатково широко описаны Гродинский регион. Ёсь материалы, наприклад, про вёску на воельне Дзятловского района, які так докладно публикуются у Першиню. Согласно показаниям, которые были получены нами от местных жителей, полученных архивных источников, там был установлен факт уничтожения мирного населения в 1943 году. Было уничтожено от 500 до 800 человек. С участием 52-го специализированного поискового батальона проведены мероприятия по раскопкам данного места. Установлены костные остатки на сегодняшний день минимум 64-х человек. Это дети от 6 лет, женщины, старики. В этом году раскопки будут продолжены, и уже окончательно будет локализация установлена, и количество погибших в этом месте лиц. Самая лучшая форма памяти – это книга, написанная для того, чтобы следующее поколение, которое уже не помнит тех событий, знали, что происходило, знали ту историческую правду, которая является действительностью. К большому сожалению, эта книга не последняя. Будут появляться новые книги, потому что количество безымянных могил, захоронений, где до сих пор хранятся останки белорусского народа, которые были убиты, сожжены, их еще очень много. И вот эти белые страницы в истории – наша задача, будущих поколений задача, историю восполнить, для того, чтобы больше подобные события на нашей земле никогда не повторились.